Второй Великий Исход Второй Великий Исход был из Вавилона, когда они пришли с Великого Рассеяния. И третье Великое Возвращение – это то, что происходит в сегодняшние дни. Мы в христианском и в верующем мире смотрим, как шесть с половиной евреев вернулись в свою землю. Ученые со всех сфер сказали, что это невозможно. Но это происходит. Более того, сам Бог включается в картину и показывает еще одно знамение того, что Его возвращение близко. Я хочу, чтобы мы посмотрели на этот отрывок Писания, который, возможно, я упомяну в своей следующей лекции. И говорится о следующем третьем возвращении в Захарии, в 10 главе. Я уверен, что Писание нужно изучать в контексте, брать определенные главы и учить. Я пытался учить своих учеников, чтобы они брали, по крайней мере, несколько параграфов из Библии и держали пальцем до тех пор, пока палец не устанет, и потом вторым пальцем, который пока он не устанет. Потому что только таким образом можно понять смысл и связь того, что написано. Я был приглашен в Тринити-школу для того, чтобы продолжать учить там, продолжать учить о служении. Звучит, как будто учим о бесах, но это не так. Я пытался сказать, что Церковь в Америке имеет огромную нужду, чтобы ее учили Божьему Слову. Просто взять небольшое требописание, учить, это не то же самое, как дать действовать самому Слову. У меня было 30 студентов, 30 пасторов, которые служили пасторами в течение 17 лет примерно. И они представляли 12 разных деминаций. Поэтому я сказал в первый час того, что я говорил, что люди голодны по Божьему Слову. Что есть голод, не физическое, но голод духовной пищи, голод по Божьему Слову. И ничто не удовлетворит этот голод в Соединенных Штатах. У нас, мы провели 30 часов лекций по этой программе доктората. Мы провели в течение одного часа и вышли на обед. И я встал в очередь для того, чтобы получить свой обед. И я слышал, как где-то 8-9 пасторов, которые разговаривали друг с другом. Один из них сказал, мне кажется, что мне понравятся эти занятия. И мне бы очень хотелось, чтобы моя мама услышала, как про меня такое говорят. Но следующее, что он сказал, я не мог поверить своим ушам. Он говорил, что для меня это учение настолько новое. И тогда, вы помните, я пытался учить экспозиторное учение. Я пытался учить из Писаний, чтобы источник моего изучения был Писание. Но, несмотря на то, что источником моей проповеди было само Писание, я удивился, когда сказали, что для меня это нечто новое, что это такое далекое учение для меня. Там, скорее всего, нуждался человек, который нуждался в особой помощи. В сегодняшние дни самая большая нужда – это твердое основание Божьего Слова. Давайте мы сделаем паузу и зададим вопросы. И я попробую дать ответы перед тем, как мы выйдем на перерыв. Кто хочет задать первый вопрос? Я еще минуту вам дам. Вот есть один вопрос. Спасибо. 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 Как вы понимаете, в плане обетований движения мессианских евреев. То есть, как я понимаю, эту часть обетования? Возвращение в Израиль – это ключевая программа обетований Божьих. потому что это подчеркивает наследие, как Бог сказал, что он отдаст землю своему народу. И это действительно служение для того, чтобы объяснить тем, которые приняли на себя доктрину за вмещение. И важно объяснить им, что Бог не заменил Израиль на каком-то уровне, потому что он не может солгать, а по-другому это была бы ложь. Я учил серию проповедей. Несколько лет назад по теме Тора и пророков. Мы вернемся, да. Возвращение, да. Возвращение к Эфим. Возвращение к Эфим. Возвращение к Эфим. Вы говорите, что в Генералу, как Профессы, если вы понимаете, так, что Вы понимаете, что они исполняли? Как вы можете расценить, что сначала пророки не понимали, потому что было написано, что вначале это было сокрыто от пророков? Пророки точно понимали то, что Бог открывал им. Единственный способ задать правильно этот вопрос, полностью ли они понимали то, что Бог открывал им, полностью они не понимали, но какое-то понимание у них было того, что Бог открыл им. В Америке я всегда бросаю вызов текстам в 1 Петра 1 главе, в 9, 10, 11 стихи. Там написано, что пророки искали и изучали то, что им было дано. Для того, чтобы понять времена, когда они говорили относительно пяти вещей, Мессия, Мессия, Его славы, Его страданий и порядок этих вещей. И в 12-м, кому было это открыто, не только им, но также и нам. То есть, диаспора была открыта. Две вещи пророки не знали. Они не знали времена и они не знали обстоятельства. То же самое связано со вторым пришествием. Или есть люди, которые знают. И книги сейчас хорошо продаются. Но в продолжении я говорю, что пять вещей, которые пророки знали про Машеха. Они знали, что говорится о Мессии и Его страданиях. Они знали, что говорят про славу у Мессии и славу, которую он приобретает в результате страданий. И то же самое знали, что не только они связаны с этой программой, но также лидеры церкви будут связаны с этой программой. Вы не поверите, насколько сильное противостояние приходит от христиан, от истинных христиан, когда вернется Господь. Павел говорит про разные аспекты Божьего плана. Где-то 27 раз Павел говорит об этом. И текст, основной, который я должен дать вам, это Римлянам 16 глава. Немножко времени больше займет, потому что это в Новом Завете. 25 стих. Тот, который может укрепить вас Евангелием Ешоа Машеха, тайной, которая была скрыта. А теперь стала известной по повелению Бога, стала известна пророкам и всем народам. Господь уже открыл часть этой тайны. Ты спросил про тысячи и тысячи верующих, которых неправильно научили. знали ли пророки то, о чем они говорили? Если бы был какой-то код к тому, чтобы мы правильно истолковали Библию. Я помог своим ответом? Еще вопрос. Еще вопрос. Во второй части вопроса, которая была связана с мессианскими евреями и их работы. Я верю, что Бог использует все мессианское движение чудесным образом для того, чтобы достигать свой народ, которые подумали, что вера в Ешоа это христианское движение. Исходя из исследований, мое мнение такое, что в первых трех веках движение веры в Ешоа было где-то третья, четвертая часть еврейских верующих. До времени Константина, когда он сделал христианство официальной религией, и из-за миллиона верующих третья, четвертая часть была евреев. Это не было движение язычников. Мой сын работает в Северном Чикаго в фирме евреев, которые занимаются компьютерами. Он единственный язычник в этой организации, но он главный финансистом. Это интересно. все его сотрудники пошли смотреть фильм «Страсти Христовы» и спросили его, Джонатан, «Страсти Христовы» и спросили его, Джонатан, «Страсти Христовы» и спросили его, Джонатан, «Страсти Христовы». Он сказал, что он вообще-то еврей, он больше принадлежит вам. они сказали, нет, он не мог быть евреем. Он сказал, да, он был еврей. Знаете, какой следующий вопрос был? А когда он стал евреем? Это аргумент Павла. У Израиля есть центральная позиция в Божьем плане – отделить народ Израиля от этой истории, и история не будет полноценной. В прошлом году я встретил палестянского арабского христианина, молодого человека. Я говорил с ним о возвращении евреев в Израиль, как часть Божьего плана. Он сказал, это не может быть часть Божьего плана, потому что его народ из-за этого столько много пострадал, поэтому это не может быть Божьим планом. И вообще многие церкви в той части страны верят в теорию замещения. И они не смотрят на Израиль, так на избранный народ. И я пытался найти доказательства в Библии, и здесь я хочу попросить твоей помощи. Есть множество мест Писания, которые говорят о возвращении Израиля. И это будет сигналом для второго пришествия Машеха. Пропустить этот сигнал – это не наблюдать и пропустить приход Машеха. Одно из величайших мест Писания в Иезекииле 34 главе. Пророк Иезекиил говорит о восстановлении Израиля и о его возвращении к жизни. Это написано в 36 главе, и потом мы переходим к 37 главе. И здесь намного проще написано. Иезекиил 37 глава, 1 стих. Иезекиил 4 глава, 1 стих. Иезекиил 17 глава, 1 стих. Иезекиил 17 глава, 2 стих. Субтитры создавал DimaTorzok И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал он мне, сын человеческий, оживут ли эти кости? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости эти, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог костям этим, вот я веду вас дух, и оживете. И облазжу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Иезекииль пророчествовал, и он сказал, пока я пророчествовал, как велено было мне, и тогда произошел шум, и вот движения, и стали сближаться кости, кость с костью своей, и видел я, вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда он сказал мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дыхни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчасье. Некоторые люди говорят, я не понимаю, что все это значит. И это одиннадцатый стих. И сказал он мне, сын человеческий, кости эти, весь дом Израилев, вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Поэтому изреки пророчество, и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и веду вас в землю Израилеву. И узнайте, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. Бог говорит, дайте слово, и придет жизнь. Если бы это был единственный отрывок Писания, я бы сказал, ну может быть да, может быть нет. Но это один из огромных, огромного количества Писаний. Поэтому для того, чтобы сделать заключение нашего первому часу, у Бога есть план для Израиля. И через этот план Он хочет благословить каждого на этой земле. И Бог никогда не отменял этот план. Абрам думал, что он поможет Богу, если усыновить своего раба и лейзера. Он говорит, нет, 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 я изберу только того сына, который выйдет, будет плоть от твоей плоти. Он говорит, выйди, посмотри на звезды небесные. В таком количестве будут твои потомки. И Авраам, как написано в Бытие 15.6, поверил Бог Аврааму. Почему библейские ученые Они разделяют первые пять стихов и шестой стих, где написано «Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность». Они изучают грамматические ошибки для того, чтобы доказать, что первые пять стихов не связаны с шестом. Но Бог сказал, что Авраам всю свою веру положил в Ешуа. Поэтому связь настолько связана с текстом из Деяний в четвертой главе, где написано, что нет другого имени под небесами, кроме имени Ешуа, через которого есть у нас спасение. Я не верю в взгляд двухзаветный, что был один завет с Израилем, а второй с язычниками, чтобы они поверили в Ешуа и потом получили спасение. Есть только один план и одна цель. И одна цель, которая прослеживается через все Писание. Я думаю, сейчас время для перерыва, но там был вопрос. Я хочу прыгать на заднюю вопрос и сказать, что я была самая такая конверсация с многими палестинами. Но они вернутся с ответом, что это значит, что я сидя, что я живу, что я живу, что я пойду, что я пойду, Как мы найдем место для них, живя в этом месте? Я хочу также отнестись к вопросу предыдущему. Например, я говорю с молодыми палестинцами, они говорят, окей, если это так, что ты говоришь, что Израиль избранный народ, нужно ли мне собрать сумки и уехать и оставить это место для них? Как мне продолжать здесь жить, если я вообще могу продолжать здесь жить? И они хотят говорить, это ли имеем в виду, говоря про то, что Израиль избранный народ, стоит ли ему ехать? Бог дает нам каждому план и призвание для нашей жизни на этой земле. Но другой вопрос, более актуальный, насколько истин завет Бога и его обетование по поводу этой земли. Он описал не только в духовном плане, но наследие он дал в физическом плане. И эта земля включает в себя от Египта до Дамаска. Он определил четкие границы в своем слове. И это не касаемо нас, еврейских или палестинских индивидуальностей. Это все касается самого Бога. И я не знаю, это не значит, что я могу исцелить какую-то боль на одной или на другой стороне. И даже сами все не могли разрешить этот конфликт. Вопрос в том, живут ли люди по справедливости, милости и праведности. И праведности. вы можете сказать, что вы думаете по поводу невесты Машиеха. Невеста Машиеха это все верующие. сыны Израиля язычники вместе. когда Бог провозглашает свое имя над кем-то, то эти люди принадлежат ему. На прошлой неделе я преподавал на тему воскресения из мертвых. И я говорил из второго Параллепоменона, вторая глава. там написано мой народ названный по имени Моему. Потом он утверждает, что народ он назвал своим именем. И таким образом мы являемся одним Божьим народом. Несмотря на то, что есть разные аспекты, мы все еще один Божий народ. Поэтому, если мои люди, мой народ назван моим именем, смирят себя, будут искать моего лица, я услышу их с небес, я прощу их грехи и исцелю их землю. это центральный стих книги 2 Параллепоменон. 15 раз упоминается о 5 различных видах возрождении. Царь Равам, царь Соломон и царь Иесей, они практически все 5-7 раз повторяют это слово. Если они смирятся с себя, смирят себя. Потом Иса искал Божьего лица. И то, что он искал Божьего лица, также повторяется несколько раз. И все заканчивается Иосифатом, который одержал победу, народ молился и он одержал победу над тремя царями, которые вышли против него. И последний из зеки в 7, 28, 30 главах, когда ему было сказано отвернуться от злых путей. И это слово «возвратитесь», оно объединяет все, всех пророков, которые говорили до него. Написано в Захарии, 1 главе, 3 стихи, что Бог говорил, что всем пророкам, он собирает всех пророков в одном этом стихе и говорит «возвратитесь, возвратитесь к Богу, я хочу, чтобы вы развернулись и вернулись к Богу». «Их 360 граждан». Вот у нас четыре заповеди, которые объединяют пять царей, и царей, центральной нитью проходит то, чтобы они все смирили себя. Спасибо за ваше терпение. У меня только один день для того, чтобы поделиться с вами всей информацией. Спасибо за терпение.